Друзья мои, всем привет! Сегодня мы будем заниматься монтажом подоконников на окнах. Поехали! Итак, сегодняшняя задача установить на эти места вот эти пять подоконников, которые мы сегодня приобрели в Леруа Мерлен. Пять штук. Размер их 150 на 30. Помогатор. Для начала, с чего нужно начать? Естественно, нам нужно правильный замер каждого подоконника в отдельности. Сделать небольшой отступ, ушки я их называю, сантиметров по шесть. Поэтому, конечно, нужно, чтобы все подоконники, вот эти заготовки, которые мы берем, изначально, они всегда были больше, чем сам размер нашего предполагаемого подоконника. То есть, где-то сантиметров на 10 с каждой стороны с запасом. Ну, на всякий случай, вдруг там будет какой-нибудь скол. Так как у нас окно метр, значит, предположительный размер нам нужен метр двадцать. Каждый подоконник у нас по полтора метра, то есть мы идем уже с большим запасом. Так. Дальнейшее действие. Нам нужна будет пена для того, чтобы на эту пену зафиксировать. Нам нужен будет груз, чтобы установить на подоконник перед тем, как мы будем запенивать. Ну, естественно, проста уши, чтобы зафиксировать наш подоконник на нужном нам уровне. Еще вот такой момент. Мы небольшое здесь углубление сделаем для того, чтобы подоконник немножко вошел у нас еще в стену. Так. Ну, вот такой план действий, который нам предполагается сделать. Поэтому, думаю, пора начинать. Поехали! Поехали! Так. Первым делом нам нужно определить размер подоконника. Это у нас будет... Размер у нас, значит, здесь сто один. Сто один. И получается, где-то по шесть сантиметров мы это берем, выпустим в ту сторону и в эту сторону. Получается, если сто один, ну, грубо даже сто сантиметров, плюс шесть, шесть, получается сто двенадцать сантиметров. Вот у нас подоконник, с которого сейчас мы и будем делать подоконник для нашего окна. Он уйдет у нас размерный. Сто пятьдесят, значит, нам нужно сделать сто двенадцать сантиметров и отрезать. Отрезать лишнее. Порезать подоконник можно хоть лоптиком, хоть балдаркой. Мы будем использовать балдарку. 30 сантиметров. Который мы уже просто выбросили. И теперь нам нужно определить центр. Да, нет, можно было просто тупо здесь сделать шесть. Раз. Вот, вторым делом шесть, два. А теперь важный момент. Нам нужно определить глубину подоконника. То есть, насколько у нас он должен зайти под окно. И насколько он у нас должен будет выпирать. Если у нас есть батарея, нам нужно учитывать батарею. И, соответственно, подоконник должен выйти за пределы батареи, чтобы батарея спряталась под подоконником. Так как у нас нету подоконника и батареи, получается, мы подоконник делаем чуть-чуть с небольшим выступом за стену. Ну, в общем, у нас размер будет где-то 26 сантиметров. Оператор нам этого не показал. А подоконник сам у нас 30. Получается, что 4 сантиметра у нас просто выступать будет чуть-чуть от окна. 26. И теперь нам нужно, получается, вот этот участок. Вот этот вот. Он нам уже не нужен. А мы же хотели, чтобы еще чуть-чуть подоконник вошел в стену. Получается, нам еще нужно будет добавить сантиметр. Там один небольшой момент. Нужно будет его раздолбить. Если вы не хотите, чтобы подоконник входил в стену, можно этого не делать. Вот, мы на сантиметр делаем чуть меньше, чтобы вот этот кусочек у нас вошел в стену. Там, где подоконник будет соприкасаться с стеной, нам нужно будет раздолбить небольшой участок. Так как у нас стены отштукатурены гипсом, так что можно это сделать без проблем. Но когда бетонная стена, возникает проблема. Поэтому не всегда это бывает удобно. В общем, сейчас мы с помощью опять этой же самой болгарки отрезаем не нужный нам кусок. Вот, теперь получается вот этот кусочек. И вот этот участок нам нужно будет еще раздолбить. Это где-то вот так вот. Для того, чтобы окно немножко туда присело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот подоконники встают на место. Это совсем другой вид. Теперь нам нужно задать уровень этому подоконнику. Можно использовать сплопочный уровень. Вот так вот, чтобы он типа показывал нам уровень. Можно использовать лазерный нивелир. И с помощью него уже задать необходимый нам уровень. Вот таким вот образом выставляем подоконник по уровню. Лазерный нивелир нам показывает наш предполагаемый уровень. Чтобы сделать проставыша, мы будем использовать вот этот кусочек, который у нас остался 30 сантиметров. И с помощью него сейчас мы зададим нужную нам высоту. Делается это так. Вставили сюда. Задали уровень подоконнику. Вот у нас такой остался зазор. Вот получается, вот в этот зазор сейчас мы должны сделать небольшие подпорки. Можно сделать из этого же самого материала, который у нас остался от подоконника. Либо придумать что-нибудь другое. Вот такие вот есть еще прокладочки. Если они у вас есть, можете их использовать. Тоже хорошая вещь. Либо любой мусор, который можно сюда поставить. Гипсокартон, пластик. Ну все, что жесткое, на что можно упереть подоконник. Так, если вы таки ничего не нашли, чтобы сделать проставку, вы можете использовать саморезы. Вот саморез мы вкручиваем на ту глубину, чтобы наш подоконник встал по уровню. Как только саморезы будут на нужном уровне, мы спокойно можем установить подоконник на свое место и без всяких заморочек уже запенить его. Короче, сейчас вот таким вот образом мы закручиваем по всей длине саморезы на нужную нам глубину. Так, чтобы облегчить задачу, просто делаем метку на шуруповерте. Вот это нам показывает красная, еле заметная полоса. И вот до этого уровня мы закручиваем каждый саморез. Закручивая саморез, мы получаем сразу нужный уровень. Это облегчает задачу быстрого монтажа подоконника. Ну, как бы все саморезы закручены, теперь можно на шаблоне проверить, как у нас это получилось. Вот. Все. Теперь, после саморезов, можем уже все у нас запенить. Заблаговременно лучше пленку не снимать, потому что здесь, когда будете ставить какой-нибудь груз, чтобы не поцарапать подоконник. Единственное, что нужно снять именно вот в этом месте, где у нас подоконник заходит под окно, чтобы потом эта пленочка нам уже не помешала в дальнейшем закончить монтаж подоконника. В общем, вот такой ряд саморезов у меня тут выстроился. Как хорошо, когда стена сделана из газоблока, спокойно можно вкручивать саморезы и делать установку подоконников. В дальнейшем видео у нас будет про откосы, которые также я буду делать, объяснять и показывать. Так что, посмотрите, будет полезно. Так, теперь еще один более важный момент. Это нужно обеспылить нашу поверхность, куда будет наноситься пена. Делается это обычной водой с брызгалкой. Брызгалка для цветов. Вот таким вот образом пропитываем нашу поверхность. Можно загрунтовать ее при необходимости, если захотите это сделать. Ну, достаточно будет просто использовать воду. Саморезы нам как раз дают тот уровень, на который нам нужно поднять пену. Пену не жалеем, но и также не борщим, потому что слишком много пены могут нам просто выгнать подоконник. Ну, когда, конечно, слоя большие. Так, пену нанесли. И теперь монтаж подоконника. Берем подоконник и просто вставляем его на место. Аккуратненько пены не обляпайтесь. Вставили до упора. Все, подоконник установлен. Все запенено, пена на месте. Так, вот этот момент мы можем еще пропенить, но это мы можем сделать потом, а потом аккуратненько штукатурочкой выровняем. Так, вот таким вот, в общем, образом делаем монтаж подоконника. Как видите, все это несложно, доступно просто. Пользуйтесь. И, конечно, как же без груза? Берем 5-литровые канистры с водой. Можно использовать все, что угодно, все, что есть под рукой. Ну, у нас тут вот такие вот пятерочки. Вот так вот аккуратно распределили по всей площади. Все. И теперь просто ждем, когда у нас пена схватится. Это где-то часа два должно пройти. Это как минимум для полного засыхания, затвердевания пены. И все, и уж потом продолжаем дальнейший монтаж и облагораживание нашего оконного проема. На этом все. Все, всем спасибо. И смотрим дальше. Так, и вот смотрите, обратите внимание на то, как у нас здесь зашел подоконник стены. Получается вот этот момент. Мы потом просто замазываем штукатурочкой. И у нас будет здесь, в этом углу, дополнительное усиление. То есть у нас этот угол уже не прогнется вниз. Будет стоять жестко. И, конечно, не забудьте про торцы. Торцы тоже, они продаются. Купить можно отдельно. Они стоят недорого. Просто подрезаем под нужный размер и закрываем торец нашего подоконника. С этой стороны и с этой стороны. Если что, торцы выглядят вот так. Они идут на одной палке две штучки. То есть подрезаем нужный размер и монтируем на место. Вот так.